Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Можно ли как-то облегчить понимание ситуации? Встречалась с мужчиной достаточно долго. Отношения были очень хорошими, но были также и серьёзные преграды для построения будущего. Решение приняла я, не жалею, думаю, что правильно, но как только узнала, что он сейчас находится в выборожье, женщины активно общаются со мной, даже не знаю, как описать чувства, то ли ревность, то ли злость, то ли обида. В общем, не знаю. Мне очень тяжело, очень-очень. Так тяжело, что в работе дома с детьми и с друзьями всё не клеится. Как можно донести до себя, что всё происходящее нормально? Не могу понять, почему так больно и обидно. Заранее спасибо. И дополнение небольшого. Значит, изменить отношение к тому, что у него есть выбор из женщины, и он будет с другой. Логика согласна со мной, а вот всё равно больно. Причин для моего решения три. Человек очень агрессивный, импульсный. Мог разорвать отношения из-за того, что я заболела и не пришла на свидание, но в его голове это было, потому что я не хотел изначально. Второй он рассказывал подробно, как ухаживал за другими женщинами, цветы и подарки путешествия, самим максимум мог позвать в ресторан. Лично жаловался на нехватку денег, хотя я ничего никогда не просил, а мужчина очень состоятельный. Разница в возрасте и росте. Со временем меня это стало смущать, вкупаясь в его поведении. Ну, смотрите, первое, с чего я бы начал, первое, это с того, что ваша боль, которую вы испытываете, тяжесть, вот, про которую вы говорите, нужно, на мой взгляд, детализировать. Вот. То есть постараться увидеть ее более, их, более подробно. Вот, приблизиться к ним, к этой тяжести, более, вот. Уделить ей, что называется, все свое внимание. Вот. Прочувствовать ее. А у меня сложилось такое впечатление, что вы от этого убегаете, что вы бежите от этого. Вот. И из-за этого не до конца проживаете то, что произошло. Вот. То, что произошло с вами, то, что произошло в отношениях, то, что случилось и так далее. Ну, не проживает его. Ну, до конца, по крайней мере, не проживает. Это такой момент, момент. Вот. Следующий момент. Расставание. Расставание. Это всегда травма. Ну, психологическая травма, и переживать, вот, в какой-то степени. Из-за этого, да, вполне нормально. Вот. То есть, абсолютно нормально испытывать какие-то чувства. Даже если решение, это решение, приняли вы, вот. То есть, от того, что это решение приняли вы, на мой взгляд, вообще ничего, ничего не меняется. То есть, вам все равно больно. Вам может быть больно. А у меня такое чувство возникло, что вот вы это решение приняли, из-за того, что вы это решение приняли, вы себе как будто бы запрещаете, ну, чувствовать боль, да, то есть, ну, переживать. Вот. А, я, конечно, не знаю, как оно на самом деле, в данном случае. А, может быть, я ошибаюсь. Вот. Но, вот, как минимум, на это тоже стоит обратить внимание. Смотрите, вы пишите, встречалась мужчина долго, а что между вами общего было, если вы, если вы долго встречались, да, то, наверное, у вас было что-то общее, что это, что общего было между вами. Отношения были, пишите, вы очень хорошими, но были также и стройотные преграды для построения будущего. Что было хорошего? Какие были преграды? И что означает построение будущего? Потому что здесь, мне показалось, что вы выстраиваете отношения не с человеком, а пытаетесь с ним конструировать свое будущее, то есть, обеспечить себе свою стабильность, вот, получить какие-то гарантии. Эта история про то, что вы ответственно за свою жизнь перекладываете как-то на другого человека. То есть, вот с тобой я буду строить будущее, а сама по себе, типа, да, я как-то буду, вот, будущее, ну, не строю, да, или самой по себе, мне непонятно, какое у меня будущее, вот. То есть, это очень важный момент. Это не отменяет того, что вы написали дальше, но, тем не менее. Решение приняла я, да. А на что вы опирались, принимаю это решение? Не жалею, думаю, что все правильно. Что значит правильно? Что такое правильно? Как понимать правильно? Правильно это как? То есть, опять же, здесь вы поступили как будто бы так, как было нужно. Но что если вы поступили так, как должны были? Потому что, например, привыкли к определенному стереотипу мужчины, вот, и так далее. Что если в этой ситуации вы и не хотели где-то в глубине души расставаться? Как только узнала, что сейчас находятся в выборе женщин, активно общаются со мной, даже не знаю, как описать, то ли ревность, то ли злость, то ли обидность. Ну, я думаю, что это обесценивание. То есть, вы почувствовали себя обесценивание, и за то, что мужчина как бы пошел дальше. Лично я думаю, что вы здесь, да, рассчитывали на то, что человек к вам вернется после того, как вы с ним расстались, изменится, а он этого не сделал. И вы почувствовали себя обесценивание, что вы ему не нужны. Так, значит, тяжело, что на работе дома с друзьями все не клеится. Ну, то, что не клеится, я бы сказал, что... Это история про то, что вам не очень интересно. То есть, вы, опять же, здесь какие-то вещи делаете на автомате, судя по всему. Вот. Как можно нести себя, что все происходящее нормально? Никак. Если вы не чувствуете себя нормально, никак. Вам нужно проразвить ваши чувства, а сделать это нужно только с психологом. Вот. Не могу понять, почему так больно и обидно. А основания для этого необязательны. Человеку может быть просто больно и обидно. Это нормально. Вот. Дальше. Человек очень агрессивный, пишите вы. Значит, рассказывает о том, как ухаживал за другими женщинами, то есть, сравнивал вас. И разница возраста. То есть, ну, опять же, все это выглядит как довольно серьезное основание. Но вы говорите, что отношения были хорошими, что вы встречались довольно долго. То есть, тут тоже есть некоторое противоречие, с которым нужно разнообразиться. Да? Вы пишите, что вас со временем осталось смущать. В какой конкретно момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!